Начнем с того, что о реформе правительства, наверное, не говорили только, ну не хочу говорить ленивые партии, но только те, которые не особо серьезно занимались политикой. На протяжении последних 10 лет очень много разговоров о том, что нужно реформировать правительство, потому что в некоторых иногда неэффективно. Понятно, что в сравнении с тем, что было в 1991 году, закон от 90-го года, правительство которого было, то есть многое изменилось. Поэтому была возможность у партии коммунистов за 8 лет правления внести какие-то изменения, хотя были некоторые, но очень маленькие, неощутимые. Пока с 2009 года, то есть разговоры были о необходимости изменения правительства, но, к сожалению, та политическая борьба, которая была в том числе и в Альянсе, формы правления и так далее, практически вопрос о реформе правительства оставался всегда открытым. Ну и, наконец, вот полтора года, сколько, Демпартия практически взяла на себя всю ответственность правления в Республике Молдова. И, понятно, это был большой риск, потому что за полтора года, сколько там получается, до выборов, в принципе, никто в мире за два года до выборов не начинает реформ, потому что это всегда болезненно. Потому что реформы, они не популистичны, эти реформы, они довольно-таки, результаты ощущаются через 3-4 года. Обычно всегда этим пользуются те, которые приходят после этого к власти. Ну, Демпартия рассчитывает, что, в принципе, люди поймут, и мы успеем провести эту реформу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова